Гомельская область 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 Далее, хоть и шмат людно, заховывается максимальная концентрация. Пациент на столе. Медики завершают подрыхтучий этап. У детяти деформация стоп або плоскоступневость. Помылки развития организма будут выправлять хирурги. Просантиметровый надрез. Пациенту уже является специальный винт, который будет поддерживать ступню в нормальном становище. Новые технологии делают сучасную медицину вытенченной, а операции малотравматичными. В зависимости от типа деформации и степени деформации предлагались разные вмешательства, начиная от вмешательств на сухожилиях, которые менее травматичны, заканчивая вмешательствами на скелете стопы, связанные с удлинением костей, с изменением оси суставов стопы, которые требовали иммобилизации до 2-3 месяцев использования трансплантации костных тканей. И в настоящее время разработано, предлагается вмешательство, которое позволяет коррегировать уплощенный сход стопы с помощью малоинвазивных подходов и без использования гипсовых повязок. Уже на третье сутки дитя сможет самостойно ходить, а про операцию будет нагадывать только маленький шрам. В будущем уже их перестает беспокоить болевой синдром при статических нагрузках и при длительных нагрузках при ходьбе, в турпоход какой-нибудь, в прогулке. Они уже нижние конечности, голени, подошвенные поверхности стопы перестают болеть. И стопа уже растет невоплощенный скелет стопы. Гродинские урадши позбавили от проблемы плоскоступневости троих юных пациентов. А кроме того, поделились своим опытом с мазырскими коллегами. Как показывает современный опыт, консервативное лечение этой патологии не всегда эффективно. То есть в тех случаях, когда недостаточно стелек, вот показана эта операция. В области, в Гомельской, эта операция выполняется сегодня впервые. Ну, впервые у нас в Мозере. Ну, надеемся, что и мы сможем оказывать эту помощь детишкам, которые нуждаются в этом виде лечения. Минск, Гродно, Могилёв, а теперь Мазыр. Оснащенность их родской больницы, дозволяя проводить операции розной ступени складанности. Теперь махчимости мазырских хирургов стали больше широкими. Больница оборудована по современному уровню. В технике имеется и электронно-оптический преобразователь, который позволяет контролировать состояние скелета непосредственно операционно. Не нужно делать рентгенограмм специальных. И обеспечение инструментарием и операционным струмом соответствуют нужному уровню на современном этапе развития. Операция на двух ступнях должится каля-пауха-дины. Увесь этот час хирурги працуют у свинцовых фартухах. Докладность своих манипуляций яны контролюют с допомогой сучасного рентгеновского аппарата – рентгена-аптичного пероутворальника. Для мазырских медиков майстер-класс от гродзинских коллег поклау початок к проведению малотравматичной операции и подару надею тысячам маленьких пациенту. По статистыце, от плоскоступневости покутаю больше, как 25% детей. Лидия Поттер, Вячеслав Перписнов, телеканал «Мазыр» для телерадио компании «Гомель». Учера на Гомельщине выпал перший снег. Под узденье холодных атмосферных фронтов, які пришли из Балтыйского моря, трапили четыре районы. По словах синоптика, для кастрычников это довольно редкая з'ява. На капрызы небесной канцеляры из самой ранницы зреаговали усе дорожные службы. У 11 годин Держаута инспекция увяла специальный план на дворья. Распачауся активно мониторинг дорог. Головная мета – выявить небеспечные участки, поведомить про их у дежурной части и дорожным службам. Для этого выкористовываются у тым лику и макчымасти видеокамер, установленных на улицах. На очистку дорог от снегу оперативно выехала звыж 21 актехники. Самая складанная ситуация склалася на автодорогах М5 до Жлобинского района и М10 до Калинковицкого. У кожну с гэтых кропок отправилась снегоуборочная техника. Найбольшая колькость опадков зарегистрована у Гомельским, Чачерским, Речицким и Будокошалевским районах. По словах метаоролога, первая снежная покрыва, як правило, неустойливая и может протрыматься от некольких годин до некольких дн. Уже в субботу температура поветра почти повышается, а опадки чекаются только в выгляде дождю. Одночасово макчымы слабые туманы и гололед. Сотрудники госавтоинспекции переведены на усиленный вариант несения службы. Также работают в тесном взаимодействии с дорожно-коммунальными службами. И еще хотел бы акцентировать внимание водителей, что согласно правилам дорожного движения, обязательным условиям оборудования автомобиля зимними шинами – это с 1 декабря. Но, как уже показывают погодно-климатические условия, необходимо это делать сейчас. Супрационники ДАИ закликают водителям быть максимально осторожными за рулем и заховывать худкостный режим. До речи, областным центром за последние сутки зафиксировано амаль 40 дорожно-транспортных здареньев. Коллективы Белорусского Державного Университета Транспорта сегодня представят нового ректора Юрия Кулаженко. Сгоду на его призначение напередать не дал президент краины Александр Лукашенко. С Белорусским Державным Университетом Транспорта Юрий Кулаженко добра знакомы. Тут и он починал в 1990-м у якости аспиранта, а в 2064-м скончил працу на посаде проректора по выховавчей работе. За тем 10 годов был первым проректором университета имя Франциска Скарыны. А пошние два года Юрий Кулаженко працевал в Белорусском Державном Университете информатики и радиоэлектроники. У Гомеле завершается месячник по сбору макулатуры. По удельничать у этой акции с корыстью для себя и природы до конца кастрычника может кожны. Не застаются у Баку от ее буйные предприемства, объекты малого и среднего бизнеса, шматликие организации и установы областного центра. Инициатором проведения акции «Заховаем природу разом» у навучальных установок Гомеля выступила городская организация БРСМ. Притягнуть увагу молодых людей до проблем раздельного сбора сметти и захования лесного фонда выращили простековые информационные встречи. Одна из них отбылась сенья в Белорусском Гандлево-экономичном университете с поживецкой кооперацией. Студентам разповедали об тем, як перетвориться отходы у доходы, а холодное – захавать природу. А затем еще раз нагадали, як можно особисто поудельничать у акции по сбору макулатуры. Даречи, за неполным месяц у высшейших и средних специальных навучальных установок Гомеля собрано каля 4 тонн гэтай друхасной сыровины. Молодежь очень активно принимает участие в данной акции. Действительно, конспекты, тетрадки, которые у них сохраняются после учебного семестра, они с радостью сдают, тем более это очень интересно, если еще поощряется данное мероприятие. Ребят, я с вами можно получить какие-то призы и внести в свой вклад в такую замечательную акцию по сбору макулатуры. И об спорте. У Гомеля распачался чемпионат Беларуси по боксе. Это турнир – первый этап у отбора у дельников национальной сборной Беларуси на олимпийские гульни у Токия. И он собрал элиту беларуской школы бокса. На открытии чемпионату побывала наша сдымочная группа. Палац гульнявых видов спорта на несколько дней он прикал для себя увагу за взятых аматоров бокса. 5 дней боев, 10 ваговых категорий, напал эмоций. И этот турнир у Гомеля вызначит тех, кому выпадет шанс в 2020 году выступать у Токия. 8 лет назад здесь был только чемпионат по боксу. И вот спустя 8 лет он опять у нас в Гомеле. Так что это радует. Прежде всего у нас здесь 118 участников. У нас есть члены НАЦКоманды, хорошие, перспективные ребята. Я думаю, что они себя проявят здесь. И в конце этого турнира мы уже смело будем сказать, что у нас вот здесь мы отличились, здесь мы там не доработали. Основный состав национальной сборной по боксу на будучи олимпийские гульни будут укомплектованы с 23 спортсменов. Особливо пильная увага до молодых боксеров. Як володуюсь приемами близкого и далекого бою, моцным ударом и в какой физичной форме подошли до нового олимпийского цикла. Усё это покажет чемпионат. Приятно очень удивлен, что в тяжелом и супертяжелом весе количество участников подошло к 15 боксерам. Это очень интересно. Тяжелый вес вообще уникален тем, что редко можно встретить хорошего парня тяжелого веса, который не боится, уже 18-20 лет не боится выходить на ринг, потому что характер у тяжеловеса всегда формируется чуть-чуть позже, чем у мухачей. Но посмотрим сегодня уже на этих тяжиков наших. Очень интересно. После этих споборництва у тренерский штаб вызначить поширенный состав команды. Уходя наступных отборочных этапов, кола потенциальных претендентов на олимпийское золото звузится. И уже до весны национальная сборная будет сформирована Коншаткова. Наталья Игнатенко, Вероника Ворошилина, Игорь Марысченко, телерадоакампания «Гомель». И на этом наш ранешний выпуск завершен. У студы працевала Наталья Игнатенко. Мы сочим с разведцем падзе у «Гомелей» в области. Заставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова